Как пояснила начальник правового управления администрации района Юлия Шевцова, с 18 апреля на территории области введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности в Великоустевском районе паводковыми водами подтопило 13 поселений. Был создан список, где четко обозначены границы зоны подтопления. Все это делалось для того, чтобы любой гражданин, попавший в данную зону, мог быть уверенным, что у него есть право на возмещение материального ущерба. Есть и вопиющие случаи. Некоторые жители, услышав про денежные выплаты, пытаются на этом нажиться. Есть такие случаи, когда граждане регистрируются в период ЧАЭС, то есть спешно бегут и оформляют регистрацию. Вот таких граждан мы будем нужденно отказывать, потому что если гражданин вот именно сейчас в начале мая зарегистрировался, то есть на момент обследования комиссии у него регистрации не было, то эти граждане вправе обратиться в суд для того, чтобы подтвердить факт проживания. В администрацию поступают судебные решения по жителям, которые смогли доказать факт проживания на подтопленной территории. Но есть уже и три отказа. Так, в двух случаях жители аннулировали свои обращения в суд. В одном случае у сужанки не удалось доказать судьям факт проживания в зоне подтопления. Андрей Жирин, Максим Колосов, Новости провинции.